Продолжение следует... Крупные ученые, специалисты в области квантовой физики раскрывают для себя те глубины материи, которые каббалисты описали более трех тысяч лет назад. И мы решили встретиться с ними. И вот в марте 2005 года мы прилетаем в Сан-Францисло. Чего мы ждали от встречи? Мы хотели, чтобы нас услышали. В зал, в котором были в основном молодые ребята, студенты, преподаватели, пришел увидеть своих любимых ученых. Фильм очень популярен в Европе, Канаде, Австралии, Южной Америке, Японии. К этому времени он уже собрал в прокате 10 миллионов долларов. За один месяц продано 420 тысяч DVD. Все начиналось как научная конференция. Выходили ученые, говорили о науке, которой они посвятили всю жизнь, и о фильме, который сделал их звездами. Насколько я понимаю, большинство из присутствующих видели фильмы. Так что нет необходимости пересказывать им все же. В экзотической физике описывается электромагнитная симметрия более высшего порядка, чем существующая. В этой модели, называемой SU2, допускается гармоничное сосуществование электромагнитных монополий. Наш следующий выступающий – доктор Вульф. И тут к трибуне пошел доктор Вульф. Никто не ожидал того, что произошло потом. Он не стал говорить о своей науке. Я действительно не знаю, что сейчас скажу вам. Вы знаете, что я изучаю физику, и кое-что знаю об этой методике. Но мысль о том, что каббала – это наука, просто не могла прийти ни к голову. Мне не важно, чем вы занимаетесь. Есть что-то в этом методе мышления, видения, что может улучшить все. Мне не важно, кто вы по национальности – араб или еврей. Какой религии вы принадлежите. Есть что-то в каббале, что, как мне кажется, пробудет что-то внутри вас. Для того, чтобы понять, что произошло, нам надо вернуться на день раньше – к беседе один на один между Равом и доктором Вульфом. Мы, к сожалению, снимали не сначала, но вопрос Вульфа был – как прекратить бесконечные конфликты в мире. Душа состоит из трех линий – средний, левый и правый. Все конфликты в мире – за контроль над средней линией. Нет смысла пытаться улаживать конфликты на нашем уровне. Мы должны подняться по средней линии. Соединены со средней линией и добавлять ей свои нижние трети. Именно это является причиной всех конфликтов, войн, страданий во всем мире. Мы должны отключиться от этой нижней трети и подняться на ту часть, к которой мы относимся, то есть к отдающим сосудам. Мы сможем выполнить это только при помощи Высшего Света, Света Каббалы. Это свет, окружающий наши души. Он усиливает сосуды отдачи, помогает им привозь мочи эти нижние трети. Если мы сможем произвести такое изменение в себе, то же самое произойдет со всем человечеством, во всех миллиардах живущих. Сегодня я дам тебе предисловие к книге Зоу. Начиная с 60-го пункта в нем, описывается именно этот процесс. Там написано, что мы можем изменить весь мир при помощи внутренней трансформации, потому что у каждого человека внутри есть маленький мир. Когда люди изучают Каббалу, она их захватывает, потому что определенные истины по поводу происходящего в мире неожиданно становятся яснее, яснее, чем раньше. И неожиданно ты начинаешь видеть, что в какой бы области ты ни работал, что бы ты ни считал до этого самым важным в мире, начинает постепенно терять свое значение. и ты начинаешь видеть более общую картину происходящего. Каббала помогает освободить ваш разум от всех оков, ограничений, которые заставляют вас думать только так и не иначе. Если мои слова пробуждают вас в этом смысле, если же нет, я советую вам поглубже заснуть. Спасибо. В этот день мы договорились, что на завтра встретимся при закрытых дверях. Мы ехали по Сан-Франциско, обсуждали сегодняшний день и готовились к завтрашнему. Мы на себе знали этот эффект Каббалы, когда на следующий день человек начинает задавать, казалось бы, те же самые вопросы. Но они уже идут не от разума, а из сердца. Человек начинает искать эту среднюю линию, о которой говорил Раф. Среднюю линию в себе. А это непросто. Так и произошло. Барри, американский писатель, попробовал начать беседу плавно, последовательно. Но доктор Вольф проявил свой характер. Я хотел бы прервать вас и начать разговор. У вас есть непосредственный опыт ощущения, шестыми боли органами ощущений. Я хочу, чтобы вы описали этот опыт. Вы заявили об этом, и я хочу научиться этому у вас. Иначе все, что я слышал, это пустой звук. Нет. Нет? Он не хочет об этом говорить? У вас нет этого чувства? Откуда вы знаете? Вы не можете делать такое заявление, и потом ожидать, что я просто приму это. Потому что так говорит Каббала, и я просто буду это делать. Это пустой звук для меня. Если вы дадите мне возможность говорить, я скажу. Наука Каббала говорит, что вся реальность – это желание получить, наполниться. Это желание создается путем распространения прямого света. Свет – это альтруизм, отдача, любовь. Мы называем это творцом. Он создал нечто, называемое кли, или сосуд. Желание насладиться. Которое желает насладиться в точности тем, что есть в свете. Раф описывал четыре стадии распространения света – от творца к творению. Если творение получает, оно доставляет наслаждение творцу. Если не получает, то творец не наслаждается. И к чести ученых, надо сказать, они слушали, записывали, пытались понять. Именно это и говорило о том, что они настоящие, большие ученые. И снова доктор Вульф задал вопрос. Вы прекрасно изложили все это. Но я хочу лучше разобраться в этом, если можно выяснить, правильно ли я это понимаю. Первое. Есть творец. Он желает отдать. Так? Так он дает кукле? Да. Он отдает кукле. Это голем. Он отдает голему? Дальше. Что происходит между второй и третьей стадии? В стадии два он начинает чувствовать творца, его свойства. То есть во второй стадии голем оживает? Что там происходит? Включились все. Для этого свет должен преодолеть порог. Доктор Вильям Тиллер. Чтобы спонтанно генерировать осознание. Вход и выход света создают такое впечатление, такие вибрации внутри кли, которые создают осознание. Доктор Джеффри Сатиновер. Оказалось, что это далеко не первое его знакомство с кабалой. Рамхаль говорит о детерминистской и недетерминистской составляющей мироздания. А также о людях, у которых нет места в этом мире. Я цитирую его книгу Дерех Ашем. Путь Творца. Рамхаль был одним из величайших каббалистов. Рамхаль преподавал Кавалу. Его выгнали из города. Его отлучили от религии. Дерех Ашем – путь Творца. Это путь десяти сферот. Вся духовная лестница разделена на десять ступеней. И самая первая, нижняя ступень этой лестницы находится выше нашего мира. В этот день над Сан-Франциско прошел тайфун. А мы не заметили. Нам казалось, что мы нащупали общий язык. Но сколько переживаний ждало нас еще впереди. Мы снова возвращаемся на лекцию. Если сердце – это желание получить, то точка в сердце, которая пробуждается, это ощущение Творца. И тогда человек начинает через эту пробудившуюся точку желать того, что находится вне пределов желания. Такие люди, их немного в мире, но с каждым годом их число растет. Они хотят реализовать эту точку. В итоге все человечество, каждый из миллиардов людей, должен будет пройти до конца весь путь развития этой точки и достигнуть уровня самого Творца. И тут Раф затронул тему, которая вдруг заделась живое. Поскольку Творец Доба, Он создал Творение с единственным намерением привести Его к Добру. Наверное, Творец недалек. Наверное, Он глуп. Поскольку все, что на поверку оказывается, Он создал, это ничего, кроме проблем. Из желания уподобиться Творцу, мы начали убивать друг друга. Из желания уподобиться Творцу, мы создали Гитлера. Это все результат любви и желания. Здесь нет зла, и Гитлер не злодей. Он просто любил своего Бога и свое собственное желание. И они убивали других недостойных. Так? Что же это за Творец? Он, наверное, недалек. Он, наверное, глуп. Раф подошел к доске и продолжил объяснение. Наша общая душа называется Адам. Это тот сосуд, клей, который Творец создал. Это наше желание получить. И оно наполнено Высшим Светом. И внутри этого объекта, называемого Адам, все части соединены вместе, как в едином организме, совершенно и гармонично. И эта душа разбилась и упала в состояние, которое называется ниже Максома. И на этой границе, Максоме, закончилось всякое духовное ощущение. Ниже Максома находятся те же самые части, в ощущении, что они разделены. Теперь, зачем нужно падение, а затем подъем? Чтобы в этом состоянии мы поняли, насколько мы ненавидим друг друга. Это сила разбиения, эго каждого. Таким образом, мы поймем, что нам необходимо подняться своим желанием назад к единству. Оглядываясь назад, мы поражаемся всему, что произошло. Ведь были моменты, когда мы думали, надо собираться и уезжать. Ощущение полного непонимания между нами. Вот как было в одну из наших встреч. Вы представляете Каббалу в виду совсем другое. Совсем другое. В физике у нас была ньютоновская механика. Это было чудо. Она объясняла все. Все верили в ее истину. Затем появилась квантовая физика. Люди не принимают новое. Люди принимают все новое в штыки. Мы не хотим это слушать? Не хотим. И это не потому, что это неправильно. Я автор модели, которая, как мне кажется, объясняет многие явления. Я знаю, что я не доказал, что она истинна. Я знаю, что это незаконченная теория. И потребуется много времени, чтобы доказать... Почему? Потому что вы постигаете действительность снизу вверх. Как он может такое заявлять? Это наглость. И все-таки, несмотря ни на что, ученые оставались, слушали, записывали, потому что, будучи учеными, они знали, что именно так можно пробиться к истине. Возвращаемся к лекции. Желание, любовь, мудрость проходит через меня в мир. И это доставляет удовольствие Творцу. Боюсь, что это не так. Почему? Потому что для того, чтобы стать проводниками высшего света, мы должны обладать теми же свойствами, что и свет. Потому что соединение может быть только по подобию свойств. если ты возьмешь свое желание, во-первых, надо определить, что это такое. Это не какие-то намерения или свойства, а желания. Ты сможешь начать относиться к приходящему наслаждению, так, как показано здесь. Если ты сможешь сделать это даже на один процент, ты почувствуешь Творца. Вот так лекции сменяли лекции. У нас есть 10 часов съемок, только одних лекций, на которых раб объясняет всю кабалу. Город мы практически не видели, только из окон машины, по дороге в гостиницу и обратно. Говорят, что город красивый. Возвращаемся на лекцию. У нас есть буквы, скажем, Алиф, Бет, Гимель, затем еще раз Алиф. В этих текстах нет слов. Есть точки, а букв может быть 26, 4, или 3 здесь. Вместе они дают нам формулу, в соответствии с которой мы должны производить действия внутри нашего желания. Итак, человек учится производить действия, чтобы насладить Творца. Вот то, что мы называем Бог. Это неизменный закон, действующий на каждый элемент мироздания. Скажем, здесь творение. И этот закон действует на творение, чтобы привести его в подобие свойств Творцу. Чтобы они сравнялись так, что Творение и Творец сольются в одно. Чтобы между ними не было различий. Почему Творец не создал это изначально? Потому что Творение должно построить внутри себя желание стать подобным Творцу. И вот сейчас есть ощущение, что слышно каждое слово. Но как было тяжело прийти к этому. И мы снова вспоминаем. Я не подписываюсь под любой духовной системой, которая заявляет, что лишь только она знает истину. Никто не знает, как Бог создался. И ты не знаешь. И мне не важно, сколько ты учился. Ты не можешь делать такие заявления. Это настолько эгоистично. Для меня это вверх эгоизма. Но он преподает это, как будто это единственный путь. Но этот путь не может быть единственным. Он опровергл в мое утверждение. Да. На том основании, что он знает Творца. Он говорит с ним. Я спросил, откуда он знает. Он сказал, что он не станет обсуждать личные переживания. Но ощущение было, что он знает, а я нет. Потому что он каббалист, а я нет. Но ты не знаешь, где я был. С кем я общался. Ничего не поделаешь. Ты не знаешь, что я видел. В нашем мире нет ни одного явления, которое не сходило бы из мира Ацелу. Силы, материя, действия, движения, время, пространство. Все. Все, что здесь, в этом мире, это ветви. А корни находятся в высшем мире. Так как я могу рассказать кому-то что-то о высшем мире? Я беру из этого мира названия людей, вещей, мест, общественных отношений. Но я отношу их к тому, что происходит в мире Ацелу. Я использую слова нашего мира. Если человек знает только наш мир, то он воспринимает все, как относящийся к этому. И Творца он представляет, как большого человека. Но тот, кто понимает, что речь идет о чем-то вне нашего мира, он видит то, что есть на этом высшем уровне. Мы смотрим на ученых. Никогда не знаешь, когда приходит это мгновение, при котором все переворачивается, и вся твоя прежняя жизнь начинает помогать тебе двигаться. Но уже к раскрытию Творца. Возвращаемся на лекцию. Но все-таки, как я могу получать и постоянно наслаждаться? Должен быть кто-то вне меня. И я буду наслаждаться, если он наслаждается. Наслаждение как будто бы проходит через меня к нему. Таким образом, мое желание не исчезает. Оно как будто бы находится в нем. Так же, как мать получает наслаждение от своего ребенка. Она постоянно желает отдавать им. Ты осознаешь себя частью целого. Именно. Это и есть замысел. Зачем нужно разбиение? И затем подъем обратно. Чтобы понять физику низшего уровня. И затем подняться над границей изучить физику высшего уровня. Когда мы уже летели обратно, Раф сказал о небольшой ученой. Представляете, они по 40 лет занимались своей наукой, достигли в ней таких высот. И вдруг приходит Каббала и говорит, что надо приобрести новый орган ощущения. Перестроить себя. Изменить себя. И только после этого раскроется новый истинный мир. И тут человек вскрикивает от внутреннего неприятия. Не хочу этого слышать. Не могу. А они это смогли. Но как все было непросто. Я думаю, что я отдающий. Я отдаю всего себя своему делу. Может быть, это мое пиага. Я не знаю. Я думаю, мы все эгоисты. Я не представляю, что такое Бог. Но я Его чувствую. Иногда я Его вижу. Что значит, ты знаешь, ты чувствуешь? Нет такого. Что ты имеешь в виду? Если ты чувствуешь, ты можешь это изменить. Но тогда о чем мы говорим? Если нельзя увидеть Бога, почувствовать Его. Мы говорим о научном исследовании того, что такое Творец. То есть я чувствую Его. Я измеряю Его. Я измеряю и подсчитываю каждое ощущение в своих сосудах. В том инструменте, в котором я ощущаю Его. Это и есть наука Кабалу? Конечно. У меня есть число. Скажем, от нуля до ста процентов. Я знаю в точности, какие света где находятся, с какой интенсивностью и при каких условиях. Когда я беру что-то со стола, я определяю это как то, что я беру у него. И какое наслаждение я при этом даю ему. И какая связь появляется при этом между нами. Откуда ты это знаешь? Это наш первый опыт разговора с большими учеными. Может быть, мы что-то недооцениваем. Другая ментальность. Но Раф продолжает лекцию. Для Кабалы нет такого понятия ментальности. Для Кабалы абсолютно все равны. Мы возвращаемся на лекцию. Как мы познаем эти два уровня? Если мы, те, кто действительно чувствует внутри сердца эту точку, желание вернуться в ощущение духовного, мы начинаем узнавать о нашем состоянии высшей милии. И это называется мудростью Кабалы. То есть мы изучаем о том, как мы находимся здесь. И на самом деле мы уже там находимся, но не осознанно. Но тем, что мы желаем из нашего ограниченного состояния осознать и почувствовать наше истинное состояние, изучая его, мы привлекаем на себя свет, присутствующий там. Я уже обитатель этого мира. Я уже нахожусь там. Я просто этого не осознаю. Но если я приложу максимум усилий, чтобы его осознать, пробудиться, мое желание, мое устремление к этому создает во мне дополнительные сосуды. И тогда мы ощущаем духовное. Что это значит? Мы начинаем чувствовать, что мы все взаимосвязаны, как одно тело. И тогда через каждого из нас проходит бесконечный свет. Бесконечно и неограниченно. Так что все проблемы, которые мы ощущаем в нашем мире, приходят, чтобы заставить человечество начать свой путь назад. Я считаю, нет, я уверен, что, скорее всего, это не будет принято большинством ведущих ученых мира. Вы знаете, мне наплевать на ученых и на все научное сообщество в целом. Мне важно одно. Высказать то, что я должен высказать. И я сделаю это так, как я считаю нужным. И мне в высшей степени наплевать на то, что они думают о том, что я хочу сказать. Я перестал обращать на них внимание давным-давно. Мне важно изменить жизнь на планете, на которой мы живем. И я убежден, что нужно новое мышление. И если окажется, что с точки зрения науки я говорю полную чушь, то я плевать на это хотел. Потому что авторитет науки под очень большим сомнением. Потому что это только один, очень ограниченный, очень узкий способ видеть мир. Научная медицинская модель широко известна тем, что говорит полную чушь. Она полна догм. Что правильно, что нет. Что такое правильная психологическая модель, а что нет. Мы просто полны всяких предрассудков. Настолько, что люди ищут альтернативу науке. И вам прекрасно известно об этом. Очевидно, что вы знаете, о чем говорить. Я бы хотел сидеть у ваших ног и учиться у вас все время. И я не могу выразить, насколько это мне поможет. В этом у меня нет никаких сомнений. На наших глазах рождалась новая реальность, как второе дыхание. Наука увидела в Кабале уникальную возможность, шанс прорыва. Неизвестно, что произвело такой переворот. Многочасовые лекции РАВА или сомнения, сопротивления, согласия ученых. А может быть, просто время пришло. Действительно, у Кабалы есть очень многое, что сказать. Я не вижу, не слышу, но чувствую, что это дано. То, что вы знаете, просто несравненно. Для меня честь учиться у вас. Феномен проявления Кабалы и вскрытия в истинном виде, а не в вульгаризированном виде, можно только приветствовать. Это настоящая ценность. Я готов на любое сотрудничество, чтобы подтолкнуть людей к тому, чтобы они начали работать за собой. Я считаю, что за этим будущее. Поскольку Кабала значит много для меня, и после состоявшейся беседы, которая произвела на меня большое впечатление, я согласен сотрудничать. Я бы мог участвовать в создании совместной концепции фильма. До тех пор, пока я еще чувствую в себе силу и возможность путешествовать, я буду участвовать в съемках. Существуют такие изображения, это как рисунок на обоих. Если смотришь на них, расфокусировав взгляд, то будто входишь внутрь изображения и видишь трехмерную картину. Когда смотришь на эти картины в первый раз, видишь просто хаотичную картину пересекающихся линий, а потом видишь что-то вроде плоской голографии. В общем, вы знаете, о чем идет речь. Наука Кавала помогает вам увидеть это изображение. Она не привносит ничего нового. Она просто настраивает и изменяет ваши свойства, все, что внутри вас, таким образом, что вы начинаете видеть вглубь материи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!